Это утро в Петербурге. Николай Растворцев, Марина Николаевна Кавахонская. Просыпайся, северная столица. Сейчас, если посмотреть на термометр, минус 5, преимущественно облачно, но к 3 часам 0 потепление уже хорошо, а в 17, 18 и 19, по крайней мере, одно из приложений, которое установлено в мобильном телефоне, уверяет меня, что будет солнце, Маша, сегодня. Не верю. Вчерашняя снежная буря телепортировала нас из теплой солнечной весны прямиком в новогоднюю сказку. Но мы, петербуржцы-оптимисты, знаем, как бы ни чудила капризная погода, скоро сезон на улице догонит календарь, и вот тогда-то мы встретим весну во всеоружие. Самое время обновлять весенне-летние аксессуары, разбираться в актуальных трендах. Будем вместе со стилистом Марии Лукониной. Мария, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Такое вы солнечное, весеннее в нашей студии. Мне кажется, солнце уже вышло, по крайней мере, здесь, на Чпыгина. Многие, когда видят за окном это в Петербурге чудо природы, да, но не так часто к нам заглядывает, сразу обращается к солнцезащитным очкам, да, или к солнечным очкам, как проще. Что сегодня в тренде, какие советуете выбрать, какие формы, какие, не знаю, цвета? Потому что, опять же, оправа могут быть разные. Отличный вопрос. Ребята, значит, выбирать нужно то, что вам идет. И я вот сегодня, я уже с вами была знакома, поэтому привезла для вас, подобраны именно для вас очки. И вы их сегодня, я надеюсь, примерите. Но если говорить из каких-то остромодных трендов, да, обычно у нас модой увлекается молодежь, и она сегодня увлечена темами футуризма, темами космоса, темами внепланетных цивилизаций. Поэтому очень много появилось вариантов именно вот очков на подобную форму. Они могут быть более плоские, более выпуклые, но в них мы прочитываем вот эту тему интереса к будущему. Вот такое ощущение, что когда-то мы что-то подобное видели. Это тот же тренд, который отсылает нас к нулевым, к зеркальным покрытиям. И к нулевым, и к творчеству Анри Курежа, и к Юрию Гагарину, то есть к той моде, которая возникла в тот период, когда человечество начало осваивать космос. И мы можем вот подумать, а почему сейчас вновь эта тенденция набирает такой оборот? У нас каждый апрель космическая тема, мне кажется, актуальна. А главное подобрать что-то подходящее конкретно тебе. Вот каким образом под наши формы лиц вы выбирали нам именно эти очки? Вот, Мария, я вас вижу девушкой яркой, смелой, и посмотрите, какая красотка. Вот, и поэтому, конечно, такие контрастные яркие очки с золотым ободочком поверху, да, и угольной такой выразительной формой для Марии очень подходят. Какой еще аксессуар можно? Как раз мы вот, когда говорим про уже подбор аксессуаров, это всегда работа с парами. То есть вот парой к очкам может быть украшение, или может быть, например, шейный платок шелковый. И я прошу Марию примерить этот платок. Мне его на шею ли или на голову? Вот здесь вопрос такой. Что надо спрятать? Да. А каким образом, да, ну вот, не выглядеть, предположим, с косынкой на шее, это часто мы видим каких-то сотрудников, или стюардесс, или кассиров где-то. Вот хочется же стильной и не приобщая себя к касте профессионалов других специальностей. Вопрос в том, как вы повязываете платок. Чем больше фантазии вы приложите к тому, как вы его повяжете... Что-что о фантазии? Вот я, Мария, вам бы порекомендовала обернуть его дважды и такими уголочками задорными, да, вот создать вот эту линию, которая будет так же подниматься вверх, как и эти очки, форма этих очков. Красота. И залачитесь, да, задорно. Да, и здесь мы... Ну, тут нужно потренироваться, да. Здесь мы будем говорить, например, о том, что Мария может просто взять какие-то черные брюки, белую рубашку, и под воротничок рубашки повязать этот платок. Да. И можно даже еще поднять сверху, ну, наверх воротничок рубашки для того, чтобы создать еще эту поднимающуюся линию. Я поднимаю больше, смелее. Да. Примерно так. Семидесятые вернулись. Кстати, они тоже в моде. Вы для меня подобрали вот такие. Для вас я подобрала классическую форму авиаторов. Она прекрасно на вашем лице нашла себе место, смотрится, да. Я подобрала стекла здесь не глухие, черные, а немного такие синие, серовато-синие, да. Так как я обратила внимание, что вам идут синие пиджаки, синие костюмы, и исходя из этого я вот сделала такое предположение. И подобрала также легкий шарф, да. Ну, так как у Марии у меня не получится заведеть, я сразу говорю, даже если вы будете красить. У Николая шарф шелковый, у Николая у нас шарф из хлопка, то есть мы говорим здесь также о большом количестве вариаций материалов для весенних аксессуаров шейных, да. Это и шелк может быть натуральный или искусственный, это может быть хлопок и вискоза, да, и какие-то инновационные материалы типа модала или танцела. Ну, вы красавчики. Спасибо, мы пока так посидим, да, нам в принципе нравится. Вижу здесь кожаную лист кожзама бандану и вспоминаю такой вот аксессуар. Сейчас посмотрела на Колю и его прекрасный шарф, а когда-то были в моде вот мужские банданы и носили их как банданы на голове. Это остается все еще уделом молодежных субкультур или все-таки, когда солнышко припечет, незазорно будет и темечко прикрыть? Мужчине бандану, да? Понимаете, аксессуар это как, то есть стиль, это выражение вашей личности. Если вам там 70 плюс лет, вы мужчина, но вы в душе... Сёрфер. Сёрфер, рокер, да, и вечно молодой, то этот аксессуар будет на вас смотреться органично, и мы ничего не имеем против этого. Наоборот, радуемся за то, что вы настолько классно живете свою жизнь. Но если вы не ощущаете себя... Я сам чуть меньше, чем 70. Нет, если вы не ощущаете себя таким, как бы... Моложавым. Моложавым, да, то, возможно, вам еще вот, да, один аксессуар. Мне хотелось бы показать, потому что у мужчин не так много аксессуаров, но которым сейчас многие пренебрегают, это нагрудный платочек, который кладется в карман пиджака. Вот. И к данному, да, образу я также его рекомендовала бы, но это уже для более зрелых, серьёзных мужчин. Потому что согласитесь, что, да, на какие-то топовые переговоры с руководителями компании вряд ли можно себе представить, да, человека в бандане. Опять же, здесь всё от личности, от той жизни, которую она ведёт, и от той обстановки, в которой она появляется. Так, ну, мужчину комплектовали, возвращаемся к женщинам, к платкам. Видим здесь такое многообразие весенних оттенков, что на пике моды, и что с нами, главное, останется на несколько сезонов вперёд, чтобы вот не было таких спонтанных модных покупок, которые потом пополняют дальние полки шкафа. Ну, вот, Мария, вот на вас, наверное, самый яркий сегодня тренд – это про леопардовый принт, да, или хищный принт, но в нехарактерных цветах, да. То есть это не живой леопард, а вот так вот раскрашены в такие, да, неоновые кислотные оттенки. Конечно же, рисунок тай-дай, который очень хорошо подойдёт, например, к теме футуризма, да. Но вы понимаете, как бы, если вы девушка, например, нежная, с тихим голосом, хрупкая, с тонкими чертами лица, то мы скорее обратим внимание на рисунок деграде, плавный переход света, вот у нас также представлен этот момент, на очки, которые не полностью закрывают глаза, а создают такую лёгкую дымку, как вот, например, и в этом варианте мы также видим, да, или очки, которые без оправы, а вот просто со стёклами. Поэтому, чтобы не было модно, мы всегда, в первую очередь, думаем о человеке, о его индивидуальной красоте. А уже внутри этого мы можем найти какие-то вариации. Вот, например, вот эта тема космоса неожиданно хорошо будет смотреться, вот я даже так сделаю, с темой романтизма, вот этого женского. Они друг с другом перекликаются и действительно находят вот такие сложные эклектичные сочетания, которые также для нашей моды сегодня характерны. Спасибо вам большое. Видим, ещё прекрасный аксессуар, головной убор тоже будем выбирать, исходя из наших особенностей лиц и формы черепа. Да, стилист Мария Лаконина была в проекте «Утро» в Петербурге.